Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором развиваем инвесторское мышление и говорим о том, как сохранить приумножить капитал в непростые времена 20-х годов 20-го века. Сегодня поговорим о ETF-фондах, которые обнулятся. Сейчас такая тема достаточно популярная, потому что у нас произошло негативное событие для российских частных инвесторов, которые придерживались концепции пассивного инвестирования, формирования всесезонных портфелей. Лично я это делал через линейку фондов Финекс, и у нас с Финексом произошло неприятное событие, связанное с тем, что фонд обнулился. И не просто обнулился, то есть удар еще пришелся по другому фонду, который вообще, в принципе, к основному никакого отношения не имеет. То есть что на самом деле произошло в двух словах. Есть фонд, ну то есть ETF, инструмент коллективного инвестирования, биржевой фонд, который покупал еврооблигации российских компаний. И был точно такой же фонд, точно с такой же идентичной структурой, причем на едином учете, да, то есть фактически хранение ценных бумаг осуществлялось на едином брокерском счете, просто они были расписаны по различным фондам. Но на уровне инфраструктуры они всех хранились вместе, да, то есть они хранились на едином счете ДПО. И часть этих облигаций, которые относятся к фонду с валютным хеджем, на них покупались валютные свопы, которые, в принципе, отгружал Ситибанк для Финекса. Что это значило? То есть в чем была идеология? Идеология была, что это консервативные инструменты, потому что облигации, еврооблигации, это инструменты с фиксированным доходом. Понятный денежный поток в долларах, понятный срок погашения тела кредита в долларах. И, соответственно, так как люди инвестируют в Россию, чтобы иметь некий валютный хедж, получать некую рублевую доходность, еще покупался инструмент, который хеджировал валютные риски, валютный своп. Каким образом это работало? То есть когда у вас идет волатильность рубля, курсы рубля, то, соответственно, у вас начинает плавать доходность, потому что купоны выплачиваются в долларах. Может быть то густо, то пусто. Сами еврооблигации и курс доллара это, что называется, отрицательная корреляция. Что мы в итоге получили из-за санкционных рисков? Мы получили маловероятное событие. Одновременно еврооблигации упали в цене, то есть стоимость еврооблигации снизилась, потому что все продавали еврооблигации. И продавали не потому, что там риск дефолта, эмитента еврооблигаций был, а продавали из-за того, что наложили санкции, из-за того, что там евроклир перестал работать, на котором эти ценные бумаги учитываются. И, соответственно, другие инвесторы, которые держали эти облигации, начали их продавать. Продавать, продавать, продавать. Цена, расчетная цена облигаций в фонде снизилась. Второе событие, которое произошло. Рубль начал укрепляться. То есть тоже негативное, непрогнозируемое событие. Много уже про это было сказано на канале. Произошло укрепление рубля. И начались убытки по валютному свопу. Фонд в своей структуре начал терпеть убытки по обоим позициям. И по евро, по портфелю еврооблигаций, и по валютному свопу. То есть для того, чтобы удерживать эту позицию, обеспечения у фонда стало не хватать. И, соответственно, Сити, который продавал свопы Финексу, он потребовал дополнительное обеспечение. Дай денег. Из-за того, что Финекс в основном покупали россияне, они относились к иностранным ценным бумагам. Блокировка счетов евроклили, то есть даже притока денег. То есть условно, они готовы были и дальше пополнять портфель, они готовы бы и дальше были покупать эти еврооблигации. Мало того, цена привлекательная была. То есть, соответственно, там же расчетная цена, стоимость паи, если бы бумаги торговались, еврооблигации падали в цене, свопы падали в цене, расчетная стоимость паи тоже снижалась. И, в принципе, россияне бы купили, с удовольствием купили. Ну, не в таком большом масштабе, но был бы приток денег, за счет которых можно было бы удерживать позицию. Но так как бумаги были заблокированы, и ты не можешь их ни продать, ты их можешь ни купить, то притока новых денег не поступило. Откуда фонду взять деньги для того, чтобы выполнить требования контрагента? Неткуда. И контрагент, брокер, через которого реализовывались операции, начал просто принудительно закрывать позиции. Распродал все еврооблигации, чтобы покрыть убыток по свопу. А так как падение там более 50% составило, то денег не хватило, даже распродав все еврооблигации. А так как они, опять-таки, не учитывались обособленно уже в структуре самого фонда, то это еще коснулось и фонда на еврооблигации российской компании без валютного хеджа. И он тоже потерял в цене порядка 50%. Вот, в принципе, что произошло. Вывод. Какой вывод? То есть, можно ли рассчитывать на то, что будет это восстановлено? Я бы вообще это забыл, не рассчитывал. И это опыт. То есть, опыт, который получили, который нужно понимать, который нужно учитывать. Второй момент. Были ли у меня у самого эти бумаги в портфеле? Нет, не было. То есть, по мне ударило данное событие в рамках моего всесезонного портфеля, который я вывал через Тиньков. Это отразилось на фонде еврооблигации, но он просто без рублевого хеджа. И там действительно потери порядка 40% сейчас составят, когда инструменты будут доступны для торгов. Но, опять-таки, доля этого портфеля, доля этого инструмента была незначительная. Она сопоставима с долей золота в инвестиционном портфеле. Поэтому я думаю, что мне золото, в принципе, эти убытки компенсирует в итоге на длительном промежутке времени. Что касается остальных. То есть, что делать сейчас? Коснется ли это всей управляющей компанией Финекс? Коснется ли это других фондов? Но люди, как минимум, сейчас будут более тщательно читать проспекты миссии. Будут переводить иностранные проспекты миссии, термшиты на русский язык и смотреть, что туда включают. Я отношусь достаточно спокойно к остальным инструментам, что касается золота, что касается акций. От Финекса, да, там много есть индексных стратегий. И на российские акции, и на американские, и на китайские. И на облигации американских компаний. То есть, как с фиксированным доходом, так и с плавающим доходом. Думаю, что здесь этого не коснется. Я бы переживать не стал. Здесь реализовался определенный риск. Опять-таки, чтобы таких рисков не нести, диверсификация, диверсификация, еще раз диверсификация. Да, риски, да, убытки. И здесь нужно понимать, что не нужно сейчас заниматься самобичеванием. Не нужно сейчас ругаться на меня, что я в лоб говорю, ребята, забудьте про эти деньги. Это к вопросу о том, что мы просто получили опыт, если была широкая диверсификация. Потому что я знаю, что было много людей, которые вкладывали в этот фонд до 40-50% активов. Да, я согласен, будет кризис, будет падение. Да, еврооблигации у меня сомнений нет. А там еще и валютный хеш, все хорошо, все замечательно. Ну и потеряли. Поэтому я всегда говорил, что есть одно из правил инвестирования. Как бы вам не нравился актив, как бы вам не нравился класс активов, никогда не нарушайте принцип, что в один инструмент или в один класс активов вы инвестируете более 10% своего капитала. В один отдельный класс активов более 10% капитала. И в отдельную историю тоже больше 10% капитала. Только если вы прям безмерно верите в какую-то компанию, готовы руку на отсечение отдать, что эта компания выстрелит, заработает, будет шикарной, окей, может быть до 12, максимум 13% можно долю такого инструмента добавить. Поэтому если произошла такая ситуация, произошло такое событие, то опять-таки нужно понимать, что если это диверсифицированный портфель, там присутствуют как минимум акции российских компаний или облигации российские, с учетом валютной переоценки вы зарабатывали в долларах, то в принципе ничего страшного-то и не произошло по сути. Ситуация произошла, убытки есть, списывайте эти убытки, успокойтесь, посмотрите, каким образом и где сейчас вы можете компенсировать. Вот в этом видео я как раз-таки рассказывал, стоит ли продавать доллар по 54 рубля. И я говорил, каким образом можно использовать сейчас. Посмотрите обязательно данное видео, потому что там может быть одно из решений, которым вы можете воспользоваться для того, чтобы компенсировать потери. Но опять же, если у вас потери были обусловлены тем, что у вас значительная доля капитала была в этом инструменте, вы должны понимать, что первый урок, который должны вынести, диверсификация. Второй урок, то есть что вы с этими убытками делаете и как вы их собираетесь компенсировать в следующие 2-3 года. Инструментов достаточно, возможностей для этого будет много. Мы об этом обязательно будем рассказывать у нас на канале. Лучшее, что вы можете сделать сейчас, это поставить лайк данному видео, подписаться на канал, а это значит щелкнуть колокольчик и получать информацию о выходе новых видео. Я остаюсь с вами на связи. Максим Петров. Обязательно увидимся. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok